Астана Онлайн Здравствуйте, Ганес Актаганович. Добро пожаловать в нашу студию. Прежде чем начать наш разговор, я предлагаю посмотреть сюжет, а потом продолжить сегодняшнюю тему. Прошу. Международные эксперты отметили компактность, точечность программы и ее широкий доступ для населения. С каждым годом Балашак совершенствуется и адаптируется под новые реалии. В числе нововведений уклон на инженерные специальности. В 30 странах сейчас обучаются свыше 800 булашаковцев. От промышленных предприятий в ведущих вузах мира проходит стажировку геологи, энергетики и инженеры. Эта мера предусмотрена в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Стоит также отметить, что с 2012 года врачи получили возможность пройти стажировку по программе «Булашак» сроком от 1 до 12 месяцев. Если будут побольше обучать специалистов именно в этом направлении, именно со специальностями, которые нужны в хирургии новорожденных, мне кажется, мы сможем поставить тоже нашу хирургию новорожденных на должный уровень. Несколько квадратных метров, парочка стульев, три скрипки и одна фиолончель. В этой маленькой комнате репетируют артисты государственной филармонии. Тон задает Ернар Монтаев, руководитель квартета. Он же несколько лет назад предложил коллегам пройти обучение по программе «Булашак». После сдачи всех экзаменов артисты также дружно, всем квартетом, на два года отправились покорять Швейцарию. У нас есть хороший уровень, есть определенное признание, как и в Европе, у себя на родине. Просто удовольствоваться от этого нам не хотелось. И мы знаем свой потенциал, что мы можем гораздо больше. И те такие здоровые амбиции, чтобы сделать такую настоящую мировую карьеру, чтобы наш квартет, как нас на Западе называют, казах-квартет, чтобы это было такое брендовое имя. Абай Капабаев тоже выпускник «Булашака». Когда-то, будучи еще студентом, он мечтал работать архитектором и создавать новый облик Астаны. С конкретной целью он отправился в Китай, где целый год набирался знаний и жизненного опыта. За свое время обучения в Тунгди к нам приезжали такие именитые архитекторы, звезды архитектуры, как Казуэ Саджима, лауреат Придскорской премии, и Максимилиан Фуксос, один из лидеров в архитектуре. И я имел шанс иметь с ними живой контакт, живое общение. Это было стимулом для нас, они подтолкнули к чему-то, новые желания, что-то спроектировать, что-то сделать. То есть все это было в течение пяти лет, пока я обучался. Пять крупнейших вузов Китая готовы принять казахстанских студентов. Возможность получить знания за рубежом программа дает журналистам и работникам культуры. Возрастают требования к знанию иностранного языка. Всего в этом году выделено 1100 грантов, часть из которых уже присуждена. Шанс стать обладателем международной стипендии и есть еще у 882 претендентов. Геннадий Сахтаганович, в прошлом году, насколько я знаю, в программе «Булашак» исполнилось 20 лет. То есть своего рода юбилей. Скажите мне, пожалуйста, за 20-летний такой рубеж изменилось ли качественное образование? В целом поступление? Ну и обо всем об этом поподробнее хотелось бы узнать. Спасибо. Действительно, международной стипендии президента Казахстана «Булашак» исполнилось в прошлом году 20 лет. Прошел юбилейный форум с участием главы государства. Он проходил 29 ноября в прошлом году во дворце независимости. Более 1500 «Булашаковцев» выпускников приняли участие. Президент лично встречался в таком новом формате с такой большой аудиторией «Булашаковцев». Президент впервые назвал, скажем так, программу «Булашак» с золотой страницей в истории Казахстана. Назвал локаломотивом системы развития образования Казахстана. Поскольку объективно программа «Булашак» стала, скажем так, очень важным проектом Казахстана в области развития человеческого капитала. Очень много «Булашаковцев» подготовлено по научным и педагогическим направлениям, которые сегодня работают в вузах. У нас очень много сельских преподавателей, учителей, профессоров, сотрудников научных институтов. Как в центре, так и на местах, в регионах, они сейчас осуществляют свою трудовую деятельность. И тем самым внося вклад в качественное развитие системы образования. Вот даже само создание Назарбаев университета в Астане, я думаю, большую роль в становлении этого университета сыграли именно булашаковцы. Сегодня в этом вузе работает около 300 булашаковцев. И более 90% из них работают именно в научно-инновационной и преподавательской среде. Тем самым, формируя наш местный потенциал, стоя у истоков первого нашего исследовательского вуза в стране. Поэтому, если сказать, что булашак играет ключевую роль в развитии системы образования Казахстана и в повышении ее качества, я думаю, это не будет ложной скромностью. Вы знаете, в каждой сборной, к примеру, футбольной, есть свое определенное золотое поколение, когда выдающиеся футболисты собираются в одно время и в одной команде. То же самое, наверное, можно сказать и о программе «Булашак», и о булашаковцев, потому что многие выпускники данной программы являются управленцами и в правительстве, и в нацкомпаниях, занимают высокие должности. Вот такой вот вопрос. Мне всегда было интересно, составляет ли достойную конкуренцию выпускники наших отечественных вузов для булашаковцев? Или все-таки, где бы то ни было, на предприятии, в организации, в любой структуре, булашаковец всегда выделяется чем-то? Ну, я думаю, когда глава нашего государства, Александр Бишназарбаев, учреждал эту стипендию, он ставил задачу, что «Булашак» будет формировать такую элитную когорту профессионалов в нашей стране, которые, скажем так, поведут страну вперед и будут реализаторами, исполнителями тех начатых реформ в начале 90-х. Поэтому то, что «Булашак» нацелен именно на элитную молодежь, элитную в плане таланта, в плане своих интеллектуальных возможностей, вот на то программа «Булашак» до сих пор нацелена, именно конкурсная процедура программы «Булашак» нацелена на то, чтобы именно самых талантливых отбирать из нашей молодежи, самую прогрессивную часть молодежи в свои ряды, скажем так, затягивать за тем, которые получают очень качественное образование за рубежом и возвращаются в Казахстан и вносят свою лепту. Поэтому я бы не стал делить, скажем так, ту молодежь, которая заканчивает Казахстанские вузы, зарубежные вузы. Мне кажется, самый основной критерий – это знание и опыт. И у выпускников Казахстанских вузов достаточный уровень знаний и опыта. Просто есть те сферы работы, где требуется и международный опыт, где требуется английский язык, другие языки, где требуется, скажем так, понимание международного контекста. И вот в этих сферах деятельности, мне кажется, «Булашак» очень конкурентоспособный по сравнению с другими. Даже я бы сказал, что конкурентоспособнее, чем иностранные консультанты и специалисты, потому что консультанты из зарубежа, они знают зарубежную специфику, они знают местную специфику. Они знают местную колорит, металлитет. А «Булашак» знают и те реалии, и казахстанские. Сколько за 20 лет насчитывается выпускников у «Булашак»? Кстати, на форуме глава государства лично дал сертификат 10-тысячному стипендиату, который сейчас уехал в США на магистратуру по нанотехнологиям. Сейчас 10 500 стипендий уже присуждено. Из этих 10 500 стипендий 7000 – это выпускники. То есть это люди, которые уже вернулись, отучились, работают в Казахстане. 2500-2600 студентов сейчас обучаются за рубежом в настоящее время. В более чем 30 странах мира. И около 500-600 человек сейчас собираются направиться на обучение, как на языковую подготовку, так и на академическое обучение. И около 300-400 человек по разным причинам отказались, либо были лишены стипендии «Булашак». Скажите, пожалуйста, были ли такие случаи, когда выпускники «Булашака» оставались в тех странах, в которых они обучались? Вот эта проблема и критика имела место, особенно в начале становления этой стипендии, это начало 90-х годов, когда, ну вы сами понимаете, какие были времена, транзитные времена. Очень многие вопросы, механизмы работы стипендии не были отработаны. Не было понятия, как залог ставить недвижимость или земельный участок в залог. Не было четкой системы, скажем так, мониторинга выполнения контрактных обязательств. Вот с созданием центра международных программ, руководителем которого сейчас я являюсь, это все было поставлено на системный такой лад. Все эти вопросы были отрегулированы. И вопросы невозврата уже не стоят ни перед Министерством образования, ни перед кем. Потому что есть четкие обязательства. Если человек их не выполняет, он может добровольно отказаться от стипендий, либо вернуть все затраченные на него финансовые средства и быть свободным, скажем так, от обязательств. Вообще в мире очень много подобных стипендий, как «Булашак». На постсоветском пространстве очень мало. Это буквально, может быть, Россия. В России есть президентская стипендия, наподобие «Булашак». Они присуждают 100 стипендий в год. Мы присуждаем 1000 стипендий в год. Сейчас, буквально месяц назад, глава правительства России Медведев подписал документ, где учредил такую программу, называется «Глобальное образование». То есть они хотят в течение ближайших трех лет отправить 1000 российских граждан на обучение за рубеж. То есть если мы в год отправляем 1000, они хотят в три года, за три года отправлять 1000. И по объему финансирования эта программа примерно то, что мы тратим в год на один учебный год, они собираются на три года, соответственно, поделить это. То есть они, скажем так, в какой-то степени нашу модель взяли за образец и пытаются продвигать. А вообще в мире есть программы такие, вот в Саудовской Аравии, есть в Бразилии. Но это очень массовые программы, где они даже на семестр отправляют обучаться, тоже под эгидой стипендий. Какие страны более популярны у наших, так сказать, балашаковцев? Ну вот из тех 2500 стипендиатов, которые учатся за рубежом, где-то 1000 человек учатся в Великобритании, в настоящее время, 800 в США. И затем по убыванию это европейские страны, Германия, Франция, Россия, Китай, ряд азиатских стран. Но в целом, конечно, популярное направление это Великобритания и США. Сам, как балашаковец, я тоже закончил в США по магистратуре. Конечно, каждый стипендиатный программ в балашах, выпускник, он будет хвалить ту систему образования, в которой он учился. Я считаю, что, допустим, американская система образования одна из лучших. Лучше, чем в системе Великобритании, к примеру. Выпускник, может быть, британского уже так не скажет. Он скажет, что он не имеет. Есть плюсы и минусы в каждой системе. Вот в американской системе то, что мне нравится, очень большое значение уделяется как самообразованию, так и роли профессора в преподавательском процессе. В Англии же больше упор делается на самообразование. То есть студент, он больше читает сам, больше занимается, ему больше нужно. Но вот мне кажется, в американской системе то, что профессор непосредственно участвует интенсивнее в учебном процессе, мне кажется, напоминает чем-то нашу систему советскую и вбирает вот эти положительные стороны этой системы. Что касается системы технического образования Китая, России, они очень высококачественное образование в технических областях дают. Поэтому наша задача как центра, скажем так, популяризировать эти страны, говорить о тех очень, скажем так, высококлассных программах, которые есть в России, и пытаться вовлекать наших стипендиатов в эти направления. Казахстан придерживается, скажем так, многовекторной внешней политики. Я думаю, что и наш центр должен придерживаться такой многовекторной образовательной политики. Да, действительно, это так. А какие дисциплины сейчас становятся уже более популярными среди? Ну, у нас есть так называемый перечень специальностей, приоритетных специальностей, которые формируются ежегодно на основе заявок от госорганов. То есть госорганы нам говорят, какие специалисты нам нужны. Они, соответственно, формируют их заявки, анализируют рынок труда, анализируют госпрограммы разные в области науки, инновации, медицины, и дают эти потребности. Вот сейчас популярные специальности у нас педагогические специальности, технические специальности. Вот отрадно, что доля выпускников программы «Балашак» по техническим специальностям выросла с 15% буквально в конце 90-х годов, сейчас до 35%. И я думаю, что наступит тот момент, когда мы переломим ситуацию, и доля «Балашаковцев технарей» возрастет, чем по гуманитарным и социальным специальностям. Ну, это хорошо, в первую очередь, для инноваций нашей страны. Скажите, пожалуйста, 2500 студентов «Балашаковцев» обучается на данный момент, значит, скоро времени придет как минимум 1000 выпускников. Как происходит вопрос по трудоустройству? Надо сказать, что программа «Балашак» сначала была ориентирована на магистратуру и докторантуру. Потом, после 2005 года, когда вы помните, глава государства действительно массово расширил стипендию «Балашак», и до 3000 увеличилось в качестве стипендий. Эта программа стала очень массовой, и как раз тогда, в те годы, была открыта программа «Бакалавриата». То есть, после школы студенты могли уезжать на программу «Бакалавриата» и обучаться до 4 лет. Вот как раз последние «Бакалавры», они вернутся к 2017 году. Вот мы уже сейчас задумываемся, как многих этих «Бакалавров» туда ставить на работу. Мы ведем целенаправленную работу с министерствами, в частности, с Министерством индустрии новых технологий. Дело в том, что многие из них, эти «Бакалавры» заканчивают по техническим направлениям, как биотехнология, как нефтегазовое дело. То есть, как раз... Их нужно отправлять прямо на место. Именно те специалисты, которые нужны для второй пятилетки «Гопфир» программы. Поэтому мы уже над этим работаем. Что касается магистров и докторов, они уже направляются сейчас по целевому методу. То есть, они уже знают, куда вернуться по возвращению. Они вернутся к своим работодателям. Педагоги вернутся в свои вузы и в свои школы. Врачи вернутся в свои больницы и поликлиники. Госслужащие вернутся в свои госорганы. Поэтому с 2011 года этот целевой метод реализовывается. Подписываются трехсторонние договора между нами, стипендиатом и работодателем. Поэтому стопроцентная трудоустраиваемость по всем тем, кто уезжает по этой целевой заявке. По нашей информации, почти 1000 булашаковцев, 1000 булашаковцев из 7000, они работают именно в регионах. Конечно, процент, мы должны увеличить количество булашаковцев, работающих в регионах. Вот сейчас у нас очень сильно развивается программа стажировок. Это такие краткосрочные курсы подготовки от 1 месяца до 12 месяцев. Они рассчитаны для уже профессионалов с производства. Это инженеры, это технологи, это врачи и преподаватели. Все они фактически подаются в регионах. Многие из них, блинное количество. Они по контракту обязаны возвращаться в регион. То есть работа по направлению булашаковцев в регион, она ведется. И ведется достаточно успешно. Что касается самого желания булашаковцев ехать в регионы, во-первых, по контрактам обязательно он обязан. Тут уже вопросов нет. В целом, я к этой проблематике отношусь тоже с пониманием. Булашаковцы – это тоже люди с такими же потребностями, как у всех, которые ищут хорошую зарплату, хорошие условия жизни. Поэтому в какой-то степени понять можно, но государство каким-то образом может влиять на этот процесс. Путем, опять же, повышения зарплат, создания условий, предоставления вот таких преференций при поступлении на программу булашаков. Соответственно, раздаются преференции, будет добро отработать на работодателя в регионе. Насколько я знаю, сейчас программы бакалавриата закрыты. С чем это связано? Почему было принято такое решение? Действительно, программа бакалавриата сейчас уже не функционирует. Основной фокус Булашак сейчас делает на отправку магистров, докторантов, то есть на магистратуру, докторантуру и стажировки. Я думаю, что есть ряд объективных причин, почему программа бакалавриата была закрыта. В первую очередь, это, конечно же, создание в Казахстане, в Астане, своего отечественного вуза, Азербайджанского университета, который преподает по международным стандартам, и который ставит свою задачу стать таким международным исследовательским вузом. В этом вузе все обучение ведется на английском языке. Преподаватели практически все, они приехали из-за рубежа. Это преподаватели Соединенных Штатов Америки, Великобритании, европейских стран. Там открыты три программы бакалавриата в области инженерных наук, технологии, социальных наук. Все предметы даются по западным стандартам. Оценка качества знаний, тесты, экзамены. Да, и многие педагоги запада. Вопросы этики, учебного процесса. Все они собреждаются на высоком уровне. Поэтому, я думаю, это одна из причин. Вторая причина, я думаю, вот если посмотреть на международный опыт, вот я назвал стипендии Бразилии, других государств, даже международные эксперты советуют на бакалаврят по таким программам отправлять, не отправлять. То есть уже отправлять после того, как человек получил определенный опыт. Как жизненный опыт, так и профессиональный опыт. А затем уже человек знает, куда ему ехать конкретно, что ему нужно от этой учебы. Сейчас проходит, на данный момент, я насколько знаю, сдача документов. Филипп, прием документов. Об этом можно поподробить? Да. Значит, в этом году прием документов, как и в прошлом, ведется в три этапа. Первый этап, вот он закончился в марте-апреле. Новый этап, вот у нас целый месяц, весь июль, до 31 июля мы принимаем документы. То есть прием документов, в принципе, продолжается. Если телезрители меня слушают, я говорю, что до 31 июля Центра международных программ продолжает прием документов. Как лично прийти в ЦМП, в Центр международных программ, сдать. Мы сейчас, кстати, переехали в новое здание, в левую башню, по улице, рядом с Домом министерств, в бизнес-центр Алтон-Урда. Либо можно документы подать через электронный портал, через портал электронного правительства ЕГО в Киезет, имеет цифровую подпись. И можно подать через любой ЦОН, в любом населенном пункте. Отсканировав документы, отправить нам по почте. То есть это сейчас стандартизировано как государственная услуга. Затем, если не успеваете, то можно подать документы в течение сентября и октября месяца в этом году. Спасибо большое вам, Галинин Соктаганович, за то, что пришли к нам в нашу студию, за содержательную беседу. Напоминаю телезрителям, вы смотрели программу «Астана онлайн». Выпуски нашей программы вы можете найти на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас в это же время по будням. Субтитры подогнал «Симон»